Добрый день, господа радиослушатели. Это укол зонтиком на серебряном дожде. Я ее ведущая, его ведущая Ольга Наянова. Это интеллектуальная дуэль. Сегодня дуэль по поводу строительства калийного, разработки калийного месторождения в Нивенском. И вот чего больше будет от этой разработки, пользы или вреда, тема очередной дуэли на серебряном дожде в Калининграде 567 97 7. Это телефон прямого эфира. А пока послушаем главу регионального отделения экологической общественной организации «Зеленый фронт» Олега Иванова, который сегодня будет принимать участие в интеллектуальной дуэли против главного специалиста инжиниринговой компании «Стриктум», той самой, которая ведет разработку в Нивенском, Александра Данилова. Они уже в студии. Господа, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Осталось сказать, что партнер программы «Укол зонтиком» компания «Томас Бетон». «Томас Бетон. Истину ищем вместе». Итак, я бы вначале, наверное, дала слово Александру Данилову. Вот пару слов о том, что представляет из себя это предприятие, которое сейчас занимается серьезным таким делом в Нивенском. Ну, я скажу, конечно, пару слов, чтобы наши уважаемые слушатели имели представление. Что за организация и какие цели и задачи она будет преследовать в своей производственной деятельности. То есть, сразу скажу, что впервые, может быть, с 1946 года в Калининградской области начинает формироваться новый высокотехнологичный производственный кластер, как горная добыча и переработка минерального сырья, ранее не присутствующая на внешнем и внутренних рынках Северо-Западного федерального округа, ну и в частности Калининградской области. Что можно сказать, что наша компания в 2012 году получила две лицензии. По линии Министерства природных ресурсов, это департамент Северо-Западного управления Роснедр, на разведку, разработку и добычу колейно-магниевых солей на двух месторождениях, Нивенский-1 и Нивенский-2, на территории Багратионовского района Калининградской области. Ну что за это дело, за это время сделано в рамках лицензионных соглашений, как владельцы лицензии, что с 2013 года по настоящее время на лицензионных участках Нивенский-1, Нивенский-2 ведутся работы по проекту разведочных работ. К настоящему времени на участках Нивенский-1 и Нивенский-2 по проектам поисково-оценочных и разведочных запасов работы закончены. Территориальные комиссии по государственной экспертизе запасов Севзапнетра утвержден отчет по результатам поисково-оценочных работ. Ну вот скажите, Александр, а эти запасы, вот известно об этих запасах только сейчас стало? Нет. Почему именно сегодня началась разработка? Даже в отчетах, ежегодных отчетах по линии правительства Калининградской области, управления Росприроднадзора, всегда отмечаются те полезные ископаемые, которые обладает наша Калининградская область. То есть это как и янтарь, и торф, и соль, песок, щебень, то есть это как полезные ископаемые углеводороды, как нефть все знают. Поэтому об этом всегда знали, но еще не приходило время на производственное освоение этих полезных ископаемых. Инвестиции в разработку более 30 миллиардов рублей, срок ввода в эксплуатацию не позднее ноября 2021 года. Да, совершенно верно. Это все в соответствии с нашими лицензионными соглашениями. То есть где-то через 6 лет начнется вот эта вот промышленная добыча калийно-магниевых солей? Да. Из которых потом будут делать удобрения этим ценно, да? Ну не только удобрения, там этот продукт обладает целым рядом как химических, так и физических достоинств, которые очень пользуются и широко применяются на внешнем и внутренних рынках. Казалось бы, дело полезное. Как вы считаете, почему такое внимание сразу к вам привлекло и в первую очередь от жителей Невинска? Почему сразу жители Невинска стали недовольны? Ну сказать прям, что произошел какой-то прям конфликт, который как-то ярко... Ну не конфликт, насколько я знаю, там постоянно какие-то собрания устраиваются, какие-то... Нет, все в рамках действующего законодательства. Заказчик предстоящего строительства провел в соответствии с действующей процедурой информирования населения с обсуждением проекта оценки воздействия на окружающую среду будущего или планируемого производства строительства объекта. В последующем образовалась инициативная группа из числа местных жителей, которая, значит, приняла решение еще раз возвратиться к этому вопросу с обсуждением всех возможных рисков или недостач, или учета каких-то последствий будущего соседства с таким... Но ваша компания разговаривает с жителями, обсуждает? Нет, значит, до 1 апреля наши представители, в том числе и я, всегда участвовали в работе инициативной группе, которая еженедельно собиралась в поселке Невинское, каждую среду в библиотеке, и мы давали не только устные наши пояснения или замечания, предложения, но и при официальных письменных обращениях мы давали уже как официально от юридического лица. То есть я могу сказать, что вот даже с собой я взял документ, который был направлен главе муниципального образования Невинское сельское поселение, в котором жители, это на декабре прошлого года, сформировали где-то 25 вопросов тех злободневных, которые они считали, могут очень серьезно осложнить их совместное проживание с производственным объектом. И мы официально ответили на каждый из этих вопросов. А почему вы сказали мне нет? Я вас спрашиваю, вы жителям отвечали, вы говорите нет? Ну, я, может быть, оговорился, но мы отвечали как и письменно, так и устно. И продолжаете общаться? Нет, с 1 апреля наша совместная деятельность была прекращена. Почему? Ну, потому что, значит, поменялся руководитель инициативной группы, и на первом же заседании она объявила о том, что мы считаем, что присутствие компании, инвестора и будущего застройщика нежелательно, потому что, якобы, находясь в совместной работе, мы можем как бы слышать те контрмеры, которые они готовы применить в отношении нашей компании. Ну, какие-то... Вот Олег Иванов сегодня, дойлянт, и был, я знаю, Олег, вы были на собрании, которое на прошлой неделе, вот в прошлую субботу было, жители, какие-то разумные доводы жители Нивинского выдвигают? Я не думаю, что они протестуют просто из желания протестовать. Конечно, разумные предложения от жителей поселка Нивинского поступали, и надо сказать, что наша организация «Зеленый фронт», собственно, почему мы здесь сегодня в качестве дуэлянта, мы еще с момента общественных слушаний, которые прошли в конце октября 2014 года, принимали участие в широком обсуждении этого проекта, когда мы узнали о том, что будут проводиться эти общественные слушания, о том, что у нас, в принципе, будет такое достаточно опасное производство в Пенинградской области, мы приняли участие в этих общественных слушаниях, и у нас был ряд претензий к организаторам этих общественных слушаний. Мы посчитали, что была нарушена процедура организации, направили соответствующее обращение в прокуратуру, и прокуратура, рассмотрев наше обращение, действительно выявило, что со стороны органов местного самоуправления имели место нарушения. Ну что, в чем они проявлялись, если просто скажем? Ну, в организации, условно говоря, у нас же двухуровневая система. Но претензии были обоснованы. Претензии были обоснованы, да. Проще говоря, если коротко говорить, общественные слушания были проведены неправильно, не в соответствии с законом. Это один момент. Второй момент, который озвучивался в том числе на собрании, который в минувшую субботу, был о том, что компания «Стриктум» на входе, значит, вот на эти общественные слушания, она проводилась на производственной площадке предприятия «Капотаж-сервис» в Невинском. Для того, чтобы показать, да? Да. Значит, нужно было подписаться под тем, что мы согласны с соблюдением правил техники безопасности, и каждый присутствующий на территории, вот, обязуется, значит, исполнять эти требования. И прошла такая информация в субботу, что компания «Стриктум» планирует в дальнейшем эти подписи под правилами техники безопасности использовать в качестве материалов по общественному обсуждению. Люди, наверное, понятно, участвовали в каких-нибудь выборах недавно и всего боятся. Я прошу прощения, потому что у нас есть телефонный звонок, чтобы он не сорвался. Александр, я прошу вас тоже надеть наушники, чтобы слышать этот звонок у нас. Вы нас слышите? Радиослушатель в эфире. Вы слышите нас? Алло. Да, 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 здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, задавайте свой вопрос или мнение свое высказывайте. Житель поселка Невинского, Шалободов Алексей Федорович. Мнение, значит, у нас такое, что такое строительство, это катастрофа не только для Невинского или для Багратионовского района, это катастрофа для всей области. В данный момент, вот сейчас на другой передаче я слышал, что мы хотим развивать туризм. Никакого туризма у нас не будет. Мы будем умирать, как мухи, будем болеть. А почему у вас такое убеждение? Это убеждение, потому что я приехал с города, где есть шахты и есть рудники. И пусть он вам не рассказывает, а послушай, расскажет что-то другое. Какие будут стоять здесь вентиляторы, какой тут будет шум и где это будет разгрузка. При нашей розе ветров это по всей области будет вся вот эта пыль. Скажите, пожалуйста, вы... Вы житель простой, у вас... Я говорю сейчас, ты его слушаю, да. Как бы нам кто-то там что-то не говорил, весь народ против, катастрофически против. Никаких разъяснительных работ изначально не было перед тем, как собрали роспись. Я сам был на этих разъяснительных их там сходах. И все это было сделано, абсолютно народ задурманили. А теперь, когда мы... То есть вам это показалось неубедительным, то, что вам говорил Стриктон? Это нам не показалось. Мы знаем, что было в Туапсе. А это эти же люди, которые... А что было в Туапсе? Откуда вы знаете, что было в Туапсе? Откройте интернет и посмотрите. Посмотрите передачу, которая была по пятому каналу, где показывали, сколько там умирает сейчас народа, сколько в больницах. Дельфинов сколько умерло. Что с побережьем стало? Мы не хотим, чтобы у нас все это было. У нас такой красивый поселок. Как он развивается? Не уходите из эфира, я попрошу ведущего. Не уходите из эфира. Давайте послушаем, что ответит предприятие Стриктон. Его представитель, который сегодня вот сейчас в живом эфире. И по поводу подписей бы тоже было бы не класс услышать. Хорошо. Я отвечу на все ваши поставленные вопросы. То есть, начиная от того, что как бы нарушена процедура, в том плане отсутствия информирования населения, оно как бы отсутствовало, то я сразу скажу, что еще с прошлого года, приступая к подготовке материалов к общественным слушаниям, в соответствии с действующим законодательством и порядком о проведении информирования населения, были опубликованы в районных газетах уведомления о проведении информирования населения. То есть, первый этап у нас прошел март-апрель 2014 года. Все материалы предварительной оценки воздействия были размещены в трех библиотеках. Поселка Владимирово, Нивенский и Южный-2. Помимо этих материалов на местах располагались опросные листы, и население прислало нам первые 36 опросных листов, где они высказывали свое мнение о предстоящем строительстве. Это официальный документ, и прокуратурой он не оспорен, то есть процедура выполнена. В последующем, при подготовке уже к обсуждению 31 октября 2014 года, мы также официально обратились во все федеральные структуры, исполнительные власти, региональные власти, органы федерального надзора, о том, что мы готовимся провести процедуру общественных слушаний. Ну вот сейчас нашему слушателю ответьте прямо, насколько опасение... Я хочу насчет вот этих листов еще раз... Значит, еще, если вы... Насколько я знаю, сейчас эти 36 человек подают исковое заявление, будут подавать в прокуратуру об отмене вот этих своих заявлений, потому что народ не... что вы там сделали. Я знаю этих людей, которые... Значит, я услышал ваш вопрос и отвечу, что ту информацию о якобы использовании подписных листов, касающихся посещения людей, которые присутствовали на общественных слушаниях по технике безопасности, когда информировали. Мы в протоколе отметили конкретно, что вся информация, касающаяся подписи людей, которые посещают объекты, они подпадают под действие федерального закона о персональных данных. То есть это нарушение этого федерального закона. И поэтому вопрос, кто вам об этом сказал и где эта информация прошла, то вы можете, конечно, оставить свои данные для проведения проверки. Хорошо, я вас понял. Я просто хотел бы от вас более услышать, что вы даете стопроцентные гарантии, что здесь будет все хорошо, и вы прекрасно сами понимаете, что этого здесь не будет. Не будет. И людей дурманить не надо. Значит, еще раз. Мы всегда, как на прошедших обсуждениях, 1-го, так, когда мы, 30-го мая проводили встречу с жителями поселка Нивенское. Да, где вы не выступили. Вас попросили выступить, а вы... Я выступил... ...вас сказали и сели, да. Я выступил в рамках тех событий, которые происходят при взаимоотношениях инвестора с инициативной группой. То есть, сначала убрав инвестора из состава инициативной группы, где мы могли напрямую задавать вопросы, вы потребовали от меня полный отчет о проделанной деятельности, где я конкретно сказал под запись о том, что мы хотим возобновить свою рабочую позицию вместе с инициативной группой с просьбой включить это в протокол, который там готовит инициативная группа. И второе мое предложение прозвучало о том, что мы продолжаем свою позицию осветить в отношении свободного общения со всеми заинтересованными лицами на любой площадке, которую вы хотите организовать. Вот две позиции на тот момент я озвучил, на что получил конкретный ответ о том, что нам не нужны свободные уши. Вот ответ инициативной группы. Спасибо за ваш вопрос. Александр, я хочу у вас уточнить. Вот слушатель вам конкретный вопрос задал. Можете вы стопроцентную гарантию дать того, что будет все экологически чисто в Нивенском при строительстве, не будет никакой опасности для здоровья людей? Ну, на этот вопрос я вам как бы готов ответить, что... Нет, это не мой вопрос, это вопрос слушателей. Слушатели, произнесенные вами, о том, что вот эти стопроцентные гарантии осуществляются только под жестким контролем государства, государственных органов, которые уполномочены, обучены и проводят постоянный контроль со стороны государства за исполнением инвесторам всех тех технологических решений, как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации. Понятно, стопроцентные гарантии даже Господь Бог не может дать, я понимаю, что... Плюс страхование. Да, хочу как раз об этом сказать, о гарантиях и о нашем опыте, нашей организации, когда мы сталкивались с проблемами от промышленных предприятий уже после того, как они были построены. В частности, вот у нас была проблема, она, кстати, сохраняется, по предприятию Содружества СОЭ, там была сокращена санитарно-защитная зона, и до сих пор нет заключения о химическом составе вот этих неприятных запахов, которые периодически появляются. Это один момент. Второй момент. По реке Лесной, там тоже на этапе принятия решения, было принято решение разместить такое предприятие возле водоема и вообще в черте города. И поэтому я считаю, что сейчас у нас, когда есть возможность с инвестором разговаривать на этапе подготовки проекта, в том числе у нас, как у экологов, у жителей, и высказывать все свои претензии. Вот у меня тут 10 вопросов записано к Александру Васильевичу, я хотел бы хотя бы несколько тоже озвучить и получить на них ответы. Вот один уже про подписи Александр Васильевич ответил. Вот, конечно, по возможности нужно предусмотреть все. И по поводу различных площадок тоже хочу сказать, мы в конце апреля... А экологи независимые могут участвовать в этом? Вы говорите, по возможности надо предусмотреть все. Но предприятие вам может сказать, что мы предусматриваем все, мы предусмотрели... Вот, я как раз об этом и хотел сказать о варианте взаимодействия. В конце апреля, уж не знаю, я спрошу, допустит ли Александр Васильевич взаимодействие с экологами или не допустит. Но все-таки в конце апреля 2015 года мы направили обращение к главе Багратионовского района, попросили выделить муниципальное помещение для организации общественной приемной. И буквально вчера мы получили ответ, что такая общественная приемная в библиотеке мы можем открыть, где мы планируем консолидировать всю информацию, во всяком случае органы местного управления. Я тороплю, Олег, потому что опять висит на проводе радиослушателей, я боюсь, что он сорвется. Добрый день, вы в эфире. Представьтесь и задавайте вопрос, только быстро, у нас уже скоро рекламная пауза должна быть. Коротко, четко сформулируйте. Коснобаев Александр, житель поселка Невская. Господин Данилов знает меня. Приемник свой потише сделайте, Александр. Приемник потише сделайте, эхо большое идет. Давайте, задавайте вопрос. Вот сейчас господин Данилов высказывался, что он будет работать под контролем государственных органов. Пусть скажет, сколько раз это предприятие в год будут контролировать. Или в два года, или в три года. Пусть он расскажет, сколько раз это предприятие будет контролировать государственные органы. Ну, наверное, как закон велит, так и будут контролировать. Один раз в три года. Да. Но это не только к этому предприятию. То есть они могут спокойно работать на опасном предприятии первой категории опасности. Три года без контроля. Еще какой-то вопрос есть? Да, есть, конечно. Задавайте. Пусть господин Данилов скажет, какие нормы или какие ответы он озвучивал на заседаниях рабочей группы. Он не может сказать даже, какой будет уровень шума. Ну, давайте сейчас спросим у него. У вас все вопросы, Александр, да? У нас много вопросов. У вас много вопросов. У вас на данный момент все. Два вопроса. Спасибо огромное. Мы прервемся буквально на минуту, на рекламу и вернемся в студию. Чего больше будет от разработки калийного месторождения в Невицком? Польза или вреда? Это тема сегодняшнего укола зонтиком на серебряном дожде. Глава регионального отделения экологической общественной организации «Зеленый фронт» Олег Иванов против главного специалиста инженеринговой компании «Стриктум» и тоже эколога Александра Данилова. Вот вопрос Александр Данилов вам прозвучал от радиослушателя до рекламы. Два вопроса даже. Отвечайте по возможности коротко. Можно я немножко вот тоже добавлю к вопросу жителя поселка Невенское. Даже, наверное, не добавлю, это будет просто реплика. Значит, проверки действительно раз в три года, и мы тоже считаем, что это проблема. С другой стороны... В смысле, это мало для таких производств? Ну, это совершенно правильно сказано, и о том, сколько проверок осуществляется со стороны контрольно-надзорных органов на уровне федеральных структур, это прописано в законе о защите юридических и физических лиц, то есть правильно, раз в три года плановая проверка, внеплановая Ну, да, вы повторяете то, что Олег сказал. Вот, но мы не забываем о том, что существует точно так же внутренний производственный контроль на любом предприятии, и не только экологически, но и правилам промышленной безопасности, охраны труда, санитарно-защитную зону проверяют, плюс ГО и ЧС. То есть экологию нельзя рассматривать как одно направление. На самом предприятии целый комплекс тех мероприятий, причем ежедневных, вплоть до бригадиров, бригад, которые непосредственно следят за ходом работ и работы своего персонала. А я хотела спросить, Олег, а что должно такого случиться на предприятии, ну и вы, Александр, для того, чтобы прокуратура возбудила? А это может быть все что угодно, вплоть до того, что не по проекту начнут ставить забор, условно говоря, да, там на два метра вправо, или там заденут жалоби. Ну вот, в частности, я думаю, жители будут очень внимательно наблюдать. Мы в качестве своего независимого мониторинга тоже будем наблюдать и будем сигнализировать надзорным органам, если будут какие-то нарушения. Да, Александр, продолжайте, пока нет звонка. Так, ну и второй вопрос, касающийся, какие будут нормативы по шумам при использовании вентиляционного оборудования. Я и всегда при жителях, при работе с инициативной группой говорил, что те нормативы, которые все как бы ждут по превышению, будут зависеть именно от того оборудования, которое будет поставлено. В последующем это оборудование будет ежегодно проводиться замеры по шумам, по вибрации, по механическим воздействиям, где будут рассматриваться именно степень влияния всех этих механизмов на рабочий персонал, на окружающий следует, а в рамках санитарно-защитной зоны. У нас есть следующий звонок. Добрый день. Алло. Задавайте свой вопрос или мнение свое высказывайте о сегодняшней программе. Добрый день. Добрый день. Я бы хотел сказать, что планируется... Алло. Представьтесь. Алло, алло. Да, да, да. Житель поселка Прокопюк Вадим Константинович. Спасибо, Вадим. Задавайте вопрос. А я бы хотел вопрос задать. Вот и сказать. Это предприятие первой категории опасности. Оно планируется расположиться в центре поселка, где школа средняя и два детских сада. Мы предлагали с инициативной группой перенести рудник за пределы поселка, но фирма Стрейбтон не хочет нам, нас, так сказать, слушать и идти к нам, так сказать, с помощью с такой. Вот такой у меня вопрос. Почему бы рудник не перенести с поселка? Давайте слушать ответ. Можно я тоже немножечко добавлю? Есть такой федеральный закон о недрах, который регламентирует основную и уставную деятельность такого предприятия. И восьмая статья этого закона глазит о том, что потенциально опасные предприятия не могут располагаться в черте населенных пунктов. Вот мне бы хотелось, чтобы тоже Александр Васильевич это прокомментировал. Это один из ваших вопросов. Да. То есть есть такая норма статьи закона о недрах, которая указывает на то, что предприятия, которые располагаются в населенных пунктах, могут как бы не работать. Но там нужно читать полностью статью до конца, где четко прописано, что это если предприятие не несет рисков или угрозы для населения. То есть я просто приведу как бы короткий такой пример, который все... Я не поняла то, что вы сейчас сказали. Еще раз переведите на обычный... Если предприятие не несет угрозов и риски проживающих... То можно его строить в центре? Если это будет доказано по нормативам. У вас доказано все. Это будет государственная экспертиза. Плюс такой простой пример, то же самое метро, это горная выработка, которая вписана в городскую черту вплоть до жилых домов и строений. Это просто для размышления. А метро разве предприятие первой степени риска? Да. Да, Олег? Ну, это же по сути та же самая шахта, по сути это та же самая проходка, которая проходит под дорогами, под объектами инженерной инфраструктуры, жилыми домами. И вот один из основных, так скажем, одно из основных опасений жителей нашей о том, что может случиться провал грунта, что случалось в Верхнекамском месторождении. Это Березники, это Соликамск, Пермского края. Вот это основное, что действительно пугает. Это очень страшно выглядит. А почему предприятие Стриктум не хочет пойти навстречу жителям? Потому что расположение будущего рудника, оно уже просчитано экономически, технологически, то есть именно вход в шахту, оптимальный вход в шахту располагается именно на этом земельном участке. То есть в последующем уже под землей, на тех горизонтах уже будут именно оптимальные выходы на эти руды, которые будут добывать. А как же школа будет рядом с выходом в шахту? Нет, закон о недрах четко регламентирует порядок дальнейшей работы по выработке подземных ископаемых, который говорит четко, что под жилыми строениями, зданиями, сооружениями, дорогами, сетями не осуществляется выемка полезных ископаемых. То есть под ними остается Целик, то есть именно фундамент материковый, который не позволяет, как говорят экологи, сползанию или проседанию земной поверхности. Александр, вот знаете, мне хочется тут же вам вопрос задать, который в фейсбуке Анна Олимпиева задала, вернее, переадресовать вам. А сам, вот спросите у предприятия «Стриктум», у его руководителя, сам он во время строительства где будет жить? Вот рядом со своим предприятием? Политика предприятия именно по размещению как рабочего, управленческого персонала, желательно непосредственно в границе поселка Нивинское. То есть вы все прекрасно понимаете, что работа такого предприятия это круглосуточная работа, за которой нужно осуществлять постоянно, как внутренний производственный контроль. А где вы будете жить? Все хотим жить в Нивинском. Со своими семьями строить, собираемся инфраструктуру, социальную, магазины, школы, садики, дороги, сети. Я хотел бы непосредственно по вопросу строительства, потому что сейчас еще активная фаза не началась, но если она начнется, это достаточно крупный строительный объект. Здесь возникает сразу несколько вопросов, конкретно я бы хотел задать их. Первый момент – это способ проведения работ, потому что изначально в документах, которые были подготовлены по оценке воздействия на окружающую среду, был указан буро-взрывной способ проведения работ самой вот этой шахты. Это один момент. Второй момент касается качества воды. Будет бурение обязательно, будет сам вот этот скиповый ствол проходить. И здесь вопрос номер один – нарушение водоносных горизонтов, это раз. А второе – засоление воды питьевой. То есть можно получить… Пусть Александр по очереди. Да, по воде комплексно и по буро-взрывным работам хотелось бы услышать. Значит, мы официально отвечали на все эти поставленные вопросы, касающиеся исключения из технологии проходки при строительстве шахты ствола. Мы исключили буро-взрывные работы, как нежелательные, и будут вестись выемка грунта именно механическим способом, комбайном. Это что, это более безопасный для… Да, это щадящий режим, то есть практически это будет раскалываться механическим способом порода и вниматься на поверхность. И, пожалуйста, что касается воды, коротко, потому что у нас есть звонок следующий. Засоление оно не предусматривает, потому что шахта будет изолирована и проводится работа по гидроизоляции. То есть самое страшное для шахты – это попадание в нее воды. Поэтому проход или прокол этой шахты на глубину 1200 метров исключает влияние или внешнее влияние ствола шахты на вот эти водоносные горизонты. Убедительно, Олег. У нас следующий телефонный звонок. Добрый день. Наверное, опять житель поселка Невинская. Нет? Угадала? Нет? Ну, здравствуйте. Меня зовут Вера Борисовна. Я практически не столько житель, сколько имею, ну, так сказать, дачный участок садовый. Неподалеку, да? Ну, елочка вот. Елочка. Вот. И меня интересует, как будет сама шахта вообще? И каким способом будут добывать все это? Каким закрытым, открытым? Каким образом на ваш дачный поселок елочка это повлияет, да? Ну, да. Как это повлияет, да. Давайте слушать ответ. Спасибо за вопрос. Ну, на поверхности будет практически стоять лифтовые шахты, которые поднимают и опускают как рабочий персонал и выемку грунта. То есть, это закрытая выемка. Это не карьер. Именно с глубины 1200 метров будет добываться полезное сырье. Вот. И все это будет, конечно, контролироваться в рамках там санитарно-защитной зоны и внутреннего производственного контроля, который также подпадает под государственной. Поэтому влияние на окружающую среду будущего предприятия будет ежегодно проводиться мониторинг. Ну, а вот елочка, дачный поселок. Ну, я не скажу, где елочка располагается, на каком расстоянии от производственной площадки. То есть, насколько далеко, я не могу так вот конкретно сказать. Я знаю, что там есть СНТ-якорь, который вот практически рядом находится. Ну, будет вопрос, ответим. Да. Еще у меня есть один вопрос к Александру Васильевичу. Это понятно, что большая стройка вызовет ряд определенных неудобств для жителей, в принципе, для жителей нашего региона. Потому что предприятие будет располагаться по федеральной трассе, которая идет в Буратионовской государственной границе. Если будет большое движение строительной техники, да, которая будет привозить инертные строительные материалы, это создаст целый ряд неудобств и уже само по себе создаст ряд экологических проблем. Это один момент. Второй момент касательно... А что, а в чем вопрос? Каким образом, может быть, они планируют уменьшить это негативное влияние или не планируют уменьшить? Это один момент. Олег, можно вот на один вопрос ответить? Он близкий. Он очень близкий. Касается использования железнодорожной ветки. Вот будут ли туда-сюда ходить составы круглосуточно? Александр Васильевич. Да, мы как бы... Это тоже вопрос и озвучивался и среди населения. Мы давали на него конкретный ответ. И принято уже конкретное решение о том, чтобы исключить проезд большегрузного автотранспорта через поселок по единственной пока существующей дороге улицы Капитана Захарова в части строительства независимого въезда на территорию площадку через железнодорожный переезд в районе газонаполнительной станции. То есть мы исключаем автомобильный транспорт от населения. Второй момент... То есть на границу жители Калининградской области спокойно будут по этой дороге? Да, это спокойно. Второй вопрос касается существующей станции Владимирово, которая там существует еще с довоенных времен. Раньше там существует железнодорожный переезд на базу производственного обслуживания. И руководством принято решение для формирования железнодорожных составов и осуществления погрузки готового сырья осуществить строительство независимой железнодорожной ветки включением в общую федеральную структуру. Спасибо. У нас есть следующий звонок. Добрый день. Ваш вопрос. Алло. А мой вопрос такой. Почему совсем мы не говорим о горно-обогатительном комбинате? Задавайте вопрос. Что нужно сказать представителю? Я хочу спросить у господина эколога со скриптума. А почему мы умалчиваем сейчас о том, что будет горно-обогатительный комбинат? И тут не в том, что страшно, что будет разработка под землей на глубине 1200 метров, а то, что весь этот грунт будет поднят на поверхность и при нашей Розе Ветров хватит и Нивенскому, хватит и Владимирову, и Южному, и Балт району города Калининграда, и Голубя, и все безлежащие районы. Спасибо большое. Спасибо за вопрос, Александр. Вопрос это тоже как бы из разряда инициативной группы, которая поднимала этот вопрос. Хочу сразу сказать, что то сырье, которое будет подниматься на поверхность, то есть именно солесодержащие породы, они очень боятся влаги. Они не сыпучие и не выветриваются ветром. То есть вот как мы можем себе представить... А будут утилизироваться? Будет утилизироваться то, что поднимается? Нет. То сырье, которое будет подниматься, такого качества уникального, что она сразу будет дробиться и фасоваться в те же самые биг-бейки, которые вот в рыбном порту, там, 500-килограммовые. И куда потом? Вот. Все. И уже сразу на транспорт, уже по заказу заказчику. Вот. То есть железнодорожный транспорт, автомобильный. То есть весь комплекс добычи и отгрузки сырья не предусматривает открытой или где-то влияние окружающей среды на материал. Потому что очень ценен. У нас есть телефонный звонок следующий. Добрый день, Олег. Не успеваете? Не успеваю. Укол зонтиком произвести. Добрый день. Житель Нивинского, наверное, тоже. Здравствуйте. Здравствуйте, Бахаровский Игорь. Фермер живет недалеко от поселка Нивинского. Вы живете? Работает тоже. Да. Живет, работает. Очень приятно. Ваши опасения, я так полагаю, да? Пусть господин Данилов расскажет, где в России еще есть прецедент, чтобы рудник такого класса опасности пришел в живой поселок. Спасибо за вопрос. Слушаем ответ. Я, конечно, хороший вопрос. Благодарю за внимание. Но даже подготовившись и при встрече с инициативной группой, мы предоставим тот материал, где существуют горно-обогатительные комбинаты, не просто добывающие, допустим, солесодержащие породы, но и медные предприятия, железо, руду, уголь. Поэтому пускай этот вопрос останется уже как бы за эфиром и при встрече, мы в любом случае расскажем. Я не поняла, так есть такие предприятия? Есть, конечно, в России. Ну что, ну а то назовите, если вы не хотите все называть? Нет, ну я сейчас говорю, вот так вот сразу не назову. Не назовете не потому, что их нет? Да. Ну мы запросим письменную информацию. Да, запросим, где есть производственные предприятия. Посмотрим, есть ли это такая. Я хотел, извините, перебиваю, но я хотел еще уточнить следующий момент по образованию отходов, потому что, может быть, у вас, конечно, там такое сырье замечательное, которое не будет не выветриваться, не еще как-то иначе воздействовать на окружающую среду, а отходы, которые будут образовываться, в том числе отвалы, хвостохранилища, вот каким образом они будут организованы, и каким образом вы гарантируете, опять же, безопасность в сфере обращения с отходами? Ну я хочу сказать, что те опытно-конструкторские лаборатории, которые сейчас занимаются подготовкой технологий будущей обогатительной фабрики, не предусматриваются, как бы, получения отходов из добываемого сырья, то есть оно будет практически перерабатываться полностью. У меня, как бы, есть материалы по сырью, которые уже будут переработаны в готовый продукт, и рассматривать этот продукт в виде отходов он не предусмотрен, то есть у нас отходов именно производства таких не будет. Вот. Что касается пород, которые будут вынуты из пристроительства шахтного ствола, это, значит, щебень, песок, глина, практически безинертный материал, который будет использоваться как для планировки территории, потому что, сами знаете, у нас очень низкие грунтовые воды, заболоченность, и мы обязаны по технологии добычи подземного сырья иметь аварийный запас вот этого грунта для спуска вниз и поддержания горного давления. А вы показывали вот эти фотографии, которые сейчас мне показываете, как будет выглядеть, когда, после того, как будет построено? Да, это Солигорск, Белоруссия, то есть это вот как раз территория производственной базы. У нас есть телефонный звонок, добрый день, алло, дождались, здравствуйте, вопрос задавайте. У меня такой вопрос, вот только что, значит, мы узнали о технологии, то есть будет не только, собственно, само сырье изыматься, которое будет потом идти на погрузку, но и отходы какие-то еще добавочные, то есть все-таки будет происходить, во-первых, процесс их разделения, во-вторых, процесс погрузки. Вспомнили мы про Солигорск. Везде над всеми этими точками, предприятиями висит огромный столб пыли, от которых страдают все жители. Нет и не было такого производства, где бы этой пыли не было. Объясните еще раз, пожалуйста, только уже, так сказать, без ссылки на будущую встречу. Будет пыль над поселком или нет? Нет, еще раз говорю, нет. И вот я, как раз находясь в студии, имею фотографию производственной площадки Солигорска, Белоруссия, где происходит как раз добыча и переработка добываемого сырья. Зеленые лужайки, водные объекты и дети, которые также на территории производственной площадки спускаются в спелеологическую лечебницу астматики на глубину 420 метров, где происходит именно, вот, получают лечебный эффект от этой вот Соли. Спасибо, это интеллектуальная дуэль укол с зонтиком. У нас совсем мало времени до конца программы остается. Прервемся на минуту на рекламу и продолжим. Итак, у нас осталось совсем мало до конца программы. В 16 часов мы должны закончить. Чего больше будет от разработки калийного месторождения в Невинском, польза или вреда? Тема сегодняшнего укола. И главный специалист инженеринговой компании «Стриктум» Александр Данилов против главы регионального отделения экологической и общественной организации «Зеленый фронт» Олега Иванова. Господа, Олег, успевайте задавать вопрос, потому что слушатели сегодня активны, особенно жители Невинского. Я их хорошо понимаю. Когда у тебя рядом будет опасное производство, очень хочется знать, вообще, как ты будешь дальше жить, чем дышать и что пить. Конечно. Вот поэтому один из основных вопросов – это санитарно-защитная зона. Как вы ее планируете рассчитывать? От чего вы ее планируете рассчитывать? И сколько она должна составлять? Ну, расчет санитарно-защитной зоны любого предприятия по любому профилю необходимо любому пользователю или производственному объекту разрабатывать в соответствии с санитарными нормами и правилами, которые разработаны Российской Федерацией. Поэтому мы также разрабатываем этот расчет санитарно-защитной зоны, в дальнейшем мы его планируем направить в органы Роспотребнадзора, которые обязаны рассмотреть этот труд и выдать свое заключение. В последующем, после получения заключения, обязанность предприятий, ежегодно согласовывая с Роспотребнадзором планы по замерам, проводить независимо от аттестованной лаборатории, уже подтверждать расчеты по факту получаемыми результатами. Ну, какой-то такой вот ответ немного обтекаемый, я бы сказала. Да, конкретно. Сколько метров? Да. Сколько метров? Сколько надо вешать сразу? То есть, пока неизвестно, что ли, получается? Да, еще документ находится на стадии уже окончания своей подготовки, и в последующем мы направляем управление Роспотребнадзора на независимую или государственную экспертизу и выдачу заключения. Устраивает ответ? Ну, хотелось бы, конечно, подробнее, но мне бы хотелось очень короткий час получить ответ от Александра Васильевича, на уровне «да-нет». Вот готовы ли вы к информационной открытости, готовы ли вы отвечать, в частности, на наши запросы по всей той документации, которую вы готовите, по техническому заданию, по разработке проекта оценки воздействия на окружающую среду, или вам все-таки есть что скрывать? Нам нечего скрывать, поэтому я опять подтверждаю и возвращаюсь к тем словам, где я говорил при общественности, что наша компания открыта во всех отношениях и готова выслушивать, принимать жалобы, заявки, предложения. А давайте сейчас успеем принять еще и звонок. Алло, пожалуйста, быстро, коротко задавайте вопрос, у нас минута до конца эфира. Вот опять же я, здравствуйте, Вера Борисовна, меня зовут. Хочу узнать, например, вот в Нивенском, значит, эпицентр, так сказать, будет этой гадости. А протяженность и направление, куда оно пойдет, эта шахта? В какие края дальше, из Нивенского? Все, спасибо за вопрос. Шахта будет располагаться на территории лицензионного участка определенная лицензия, в тех границах, которые описаны в лицензии и в лицензионном соглашении. Так жители не знают, наверное, что там описано в лицензии? Ну, я скажу, что это район поселка Владимирово, Нивенский, Южный, Солдатова, вот прям на скидку, потому что у нас два месторождения, пока речь идет о первом. Инициативная группа, которая сейчас существует в Нивенском, она как настроена, Олег? Ну, могу только судить по тем отчетам инициативной группы. Мне кажется, что настроены достаточно боевым образом, в большей степени, наверное, конструктивным. Единственное, чего, наверное, не хватает, это взаимодействие, причем взаимодействие не только с предприятием, но и взаимодействие с органами власти, потому что, насколько мне известно, члены инициативной группы встречались на прошлой неделе с губернатором. Кому не хватает? Предприятие стриптума или инициативная группа? Нет, конечно, с жителем, в первую очередь, да. Потому что губернатор публично обзвучил свою позицию по этому вопросу только на прошлой неделе, через шесть, мере, через полгода после общественных слушаний. Ну, конечно, скоро же кампания начнет избирать. Ну, дело-то, наверное, не в этом. Мне кажется, что здесь необходимо всем находиться в ВКонтакте для того, чтобы всегда владеть актуальной информацией, потому что вот этот информационный вакуум, он порождает всевозможные домыслы, раздражение, да. И я поэтому всех призываю, в том числе и предприятий, к информационной открытости. Мы подтверждаем свое желание работать открыто и со всем, кто к нам обратится. И найти общий язык. Да, и найти общий консенсус, потому что мы, говорю, вносим изменения сейчас уже в существующий проект по предложениям инициативной группы, когда мы совместно работали. Спасибо большое. Мы сегодня говорили о том, что будет в Нивенском, каким будет Нивенское, когда там начнется разработка калийного месторождения. И сегодня здесь был главный специалист инжиниринговой компании «Стриктум», которая ведет строительство, и эколог Александр Данилов, а также ему оппонировал глава регионального отделения экологической общественной организации «Зеленый фронт» Олег Иванов. Господа, спасибо за участие в программе. Я думаю, что она была жаркая, и дуэль, правда, была больше со стороны радиослушателей, жителей Нивенского, и тем не менее. Спасибо и всего доброго. Спасибо большое. И надеюсь, что это не последняя наша встреча. Спасибо. До новых встреч.